Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Таджикистан. Тему продолжит Галим Фасхудинов. После слушания мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Этот процесс стал в Таджикистане не первым в отношении лиц, имевших контакты с Даиш. С начала года правоохранительные органы завершили расследование еще нескольких дел. Таджикистанские власти опасаются, что люди, примкнувшие к самой опасной в мире террористической группировке, могут вернуться назад и угрожать безопасности. Простых граждан, отмечает независимый аналитик по проблемам безопасности Джамшет Мамаджанов. Большинство наших граждан, выезжающих воевать в Сирию и Ирак, они выезжают с территории России. Часть из них, воевав в Сирии, может вернуться в Таджикистан и заняться проведением подрывной деятельности, вербовочной деятельности, террористической деятельности. Таджикистан еще год назад призвал своих граждан, воюющих в Сирии и Ираке, вернуться на родину. Им в случае покаяния пообещали освобождение от уголовного преследования. Такой возможностью уже воспользовались около 120 человек. За ними сейчас наблюдают психологи и представители органов. Тем временем, по данным МВД Таджикистана, сегодня на Ближнем Востоке продолжают оставаться еще более тысячи уроженцев страны. И это, конечно, тревожные цифры, отмечает первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сейфулу Сафаров. Кто-то, конечно, работает, специально вербуют за определенные деньги, потом их готовят. И наши должны знать, что оттуда путь обратно нет. Это билет в один конец. Таджикские власти говорят, что обладают всей информацией, кто из граждан, как и какими путями попадает на Ближний Восток в ряды запрещенной в Таджикистане организации «Исламское государство». Известны фамилии всех граждан, завербованных в ряды ИГИЛ. Потому звучат уже точные данные. Органы правопорядка знают и технологии, которые пытаются использовать вербовщики. Правоохранительные органы Таджикистана уже выявили во всемирной паутине более 7 тысяч сайтов, которые пропагандируют идеи терроризма на русском, персидском, арабском и английском языках, говорит эксперт по проблемам. Исламского радикализма Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Ширали Ризоев. Сегодня используются различные методики оповещения. То есть создаются разного рода рекламные короткие видеоролики, то есть аудиовизуальные продукции, которые, прежде всего, направлены на привлечение наших граждан в ряды ИГИЛ. Если провести такое масштабное исследование, можно разработать меры. Но как аналитики, так и сами сотрудники таджикских правоохранительных органов сетуют на дефицит кадров в сфере борьбы с вербовкой граждан через интернет. Недавно, в ходе заседания главминистерств внутренних дел и общественной безопасности государств участников ШОС, руководитель МВД Таджикистана Рамазон Рахимзуда Хамро попросил поддержки у России и Китая. Таджикские силовики рассчитывают подготовить в Москве и Пекине специалистов для работы в области противодействия экстремизму в интернет-пространстве. В Душанбе уже поняли, что блокировка тех или иных интернет-ресурсов не решает проблему. Властям нужно научиться продвигать в интернете альтернативную информационную повестку, то есть фактически задавить экстремистский контент во всемирной паутине, качественной продукцией антиэкстремистского характера, поясняет Ширали Резоев. Думаю, что если направить одно из усилий в информационную среду, я думаю, оно может позволить снижению уровня радикализации. То есть профилактические меры, они должны быть в первую очередь интеллектуальными. Интеллектуальные продукты, которые направлены на дальнейшее моделирование социальных отношений, позволят заметно снизить уровень радикализации. Первые сведения о таджикистанцах, воюющих в Сирии, появились 4 года назад. Тогда таджикские издания со ссылкой на арабские СМИ опубликовали материал о 9-летнем мальчике по имени Ахмат из Таджикистана. Подросток служил переводчиком среди боевиков, приехавших воевать в Сирию из стран Центральной Азии, а также России. Со временем правоохранительные органы стали озвучивать статистику о количестве таджиков в рядах исламского государства и даже указывали фамилии. Все это свидетельствует, что структуры правопорядка стали эффективно выявлять связи таджикистанцев. Сдаиш считает эксперт по проблемам безопасности Джамшет Мамаджанов. Могли поставить задачу структурам МВД ГКНБ в районах, в джаматах, уточнить количество, кто конкретно уехал воевать в Сирию, в Ирак. Так как все равно они выходят на связь с родственниками, кто-то через интернет, кто-то по мобильной связи. И может быть сейчас просто это уточнили, все эти данные свели воедино. Самой нашумевшей историей выезда таджикистанцев на Ближний Восток стало бегство в Сирию в мае прошлого года командира отряда ОМОН МВД Таджикистана Гулмрода Халимова. Он примкнул к запрещенной в Таджикистане организации исламское государство. В своем видеоролике он пригрозил своим соотечественникам. В январе этого года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзуда Хамро сообщил, что беглый офицер в ходе бомбардировок получил ранения и теперь оказался не нужен своим хозяевам из Международного террористического интернационала. По данным таджикских властей, за три последних года в боевых действиях за рубежом погибли более 150 таджикистанцев. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tajikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова